Елена Столярская Школа клиентского сервиса Вы знаете, наверное, ключевой момент Я же и вчера говорила о том, что у нас некоторый эксперимент Я понимаю приотлично, что второй день Вы уже жутко устали И я очень надеюсь, что те люди, которые дождались И посчитали важным для себя А вы знаете, а может быть мы попросим Как-то вот приблизиться Или вот не хочется покидать насиженные места Ну ладно, намолены уже за несколько дней На Лену видно, Лену слышно Вот да, это тот вопрос, который Коллеги, которые у нас беседуют Я предлагаю уже присоединяться Для того, чтобы мы все-таки действительно повлекались Да, я понимаю, что все устали Вот Тема непростая Но Я, когда прокатилась по регионам Я столкнулась с ситуацией Что я зачастую уже общалась с людьми Которые, ну, работают Сами работают Развивая магазины С высоким, в том числе, интересным ассортиментом И самое главное Основная боль Особенно от руководителя Собственного производства Хочется иногда делать вот что-то такое Со всеми там вариантами ингредиентов Чтобы не растительные там сливки были А настоящие там и так далее Да, но везде ценовая история возникает По-моему, в Рами Сити я увидела Селедку под шубой с икрой Я же понимаю, что она сразу так Ух, по цене, да, вылетает За обычную ценовую стоимость И тем приятнее понимать Что коллеги умеют работать с ценностным форматом Но, но Практически в каждых магазинах Мы случайно видим историю Когда нам пытаются уменьшить Ну, скажем так Сделать скит, когда мы не просим Еще какие-то такие истории Когда очень добрые продавцы Хотят сделать всем приятно И вот основная парадигма Сделать нам максимально, может быть, экономиться Но это не всегда ждет Не всегда это человек ждет И вот сейчас у Елены Такой дебют в формате FMCG-сектора Да, так логбально, если говорить Вот, 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 работа Вот здесь кнопочка Вот, теперь работает Да Да Елена очень долгое время работает В продажах В обучении коллег, которые занимаются Фэшн-сектором И в частности лакшери бренды И там очень много всего Того, что бы я хотела, чтобы вы услышали И в дальнейшем, возможно, какие-то идеи Вы сможете применить для своей практики Я буду очень рада, если через годик-два Появятся кейсы на эту тему Хорошо? Ну что ж, вовлекайтесь Елена рассказывает И задавайте вопросы Я постараюсь где-то рядышком быть Чтобы при необходимости Вам помочь Ну, я не знаю, как в итоге Поведет сейчас Елена Передаю слово Все-все-все Отдаю-даю-даю Все Наташа, спасибо Добрый вечер всем Рады, что вы остались Досидели И надеюсь, та информация Которую мы сегодня будем с вами обсуждать Она, во-первых, будет полезной для вас А во-вторых, мне бы хотелось Чтобы вот завершающая такая нотка Она была приятная И все-таки про людей Про клиентов Про персонал Про нас самих Потому что То, что откликается нам самим На самом деле Мы понимаем, что Что и как мы можем транслировать Нашим покупателям Действительно Наталья, спасибо за представление Я очень кратко Скажу про себя Меня зовут Столярская Елена Больше 15 лет Я занимаюсь Выстраиванием клиентского сервиса Обучением и развитием Персонала в самых разных Компаниях С FMCG Я работала, кстати, Наташе 5 лет Такой суровой Производственно-торговой Компанией То есть Переговоры в сетях С закупщиками Это все Очень такая знакомая тема Вот с той стороны Со стороны именно Производителя Со стороны именно Поставщика Я действительно была Такой хорошо погружена В эту тему А вот последние 10 лет Действительно я занимаюсь Выстраиванием клиентского сервиса В Ну, во-первых, фэшн-ритейле И, во-вторых, действительно В люкс и премиальном сегменте То есть первые 5 лет Я занималась Действительно Вот из 10 лет Вот 15 лет Действительно 5 лет Я занималась Люксом Это действительно фэшн-ритейл Тяжелый люкс И последние 5 лет Я веду Собственный проект Школы клиентского сервиса Который возник в тот момент Когда я поняла Что тема Безумно востребована И не только В самом высоком сегменте То есть Это действительно Та тема Тема клиентского сервиса Тема Работы с клиентами И делание Действительно Вот это вот Взаимоотношение Важным конкурентным преимуществом Это актуально Не только для ритейла Это актуально Для абсолютно Любого, наверное, сегмента Бизнеса Потому что это и банки И страховые компании И недвижимость И отели И рестораны То есть все то Где действительно важен Вот эти коммуникации И Коль скоро Мы сегодня с вами Все-таки Говорим про магазины Я на самом деле Пару слов хочу сказать Большое спасибо Наташе Которая действительно Меня пригласила И Ну это было Несколько странно Потому что Ну как-то я и продукты Немножечко это разные Такие Сегменты И действительно Вот наше с Натальей Такое глубокое погружение И то мое погружение Изучение этой темы Которое было после Вот готовясь к этой конференции Я с большим удовольствием Обнаружила Что такое количество Пересечений Что все то же самое На самом деле И Акценты те же самые Что и в других сегментах И Действительно Хочу с вами Поделиться Своими наблюдениями И Действительно Было бы интересно Услышать ваше вообще мнение Итак Магазины Которые работают Мы берем конечно в основном Вот сетевая какая-то история И вроде бы все хорошо Работает на средний сегмент Такая хорошая Стабильная история Премиум классы клиенты Зачем они нужны магазину Ну во-первых У этих клиентов Есть деньги И нет времени Это самое главное Пожалуй Такая составляющая Отличная комбинация Потому что Этих клиентов Этих покупателей Очень быстро Сделать своими Постоянными То есть Один раз Вы попали В точку То есть Один раз Они пришли Увидели Что да Здесь мне могут Предложить то Что мне нужно И они останутся С вами Потому что Действительно Это Если брать Вот Все события Последних лет Мы наблюдаем То что Действительно Покупатели Премиум класса Это самая Стабильная Пожалуй Такая вот Прослойка Населения Которые Они покупали Покупают И будут Покупать Зачем Магазину Нужны эти клиенты Что это даст Вашей компании То есть Для чего Нужно их привлекать Ну во-первых Это очень серьезное Конкурентное Преимущество Потому что Там Где есть Вот такой вот Вип-секция Где есть Действительно Премиальная Какой-то Вот такой вот Часть Продаж Это очень здорово Действительно Отличает Вас И это Улучшает Имидж И привлекает Дополнительно Клиентов Если говорить Про Некую Сегментацию Три группы Я бы выделила Те На которые Есть смысл Обратить Вообще Вам Внимание И Нужны Они нам Для того Чтобы мы Понимали Как собственно С ними Работать На что Делать Ставки Итак Смотрите Первая группа Это Стабильно Обеспеченные Люди Что их Отличает То что Они Четко знают Что они Хотят Они считают Деньги У них Есть совершенно Четко Сформулированные Критерии Их Выбора И если Вы Им Даете Действительно Ту информацию Тот продукт Который Отвечает Их Запросам С ними Работать Достаточно Просто И понятно Вторая Категория Это люди Которые Не так давно Повысили Свой доход То есть Это люди У которых Условно Не так давно Появились Деньги Как правило Это Такая Ну Средний Возраст Где-то Он Очень Не заморачивался Чтобы я Не тратил Ни Время Ни Силы Я готов Это купить Потому что Времени у меня На это Нет Еще Одна Очень Интересная Категория Это Люди Которые Хотят Выглядеть Успешными И Вип-клиентами В глазах Окружения То есть Когда Действительно Мы стараемся Казаться Ну как бы Успешнее И состоятельнее Чем Мы Есть Ну чем Они Есть И Как правило Вот эти покупки Совершаются Действительно Для подчеркивания Собственного статуса То есть Там Может не быть На них Стабильного дохода Но я пойду Я куплю Все увидят Скажут О Жизнь его удалась Вот То есть Вроде бы Как бы Наш клиент Не наш клиент Да ваш это клиент Потому что На самом деле С ними тоже Достаточно просто Работать На каких-то Знаете Игра На тщеславе Игра На рекламных Трюках Только для вас Только для избранных То есть Этим людям Хочется Туда Вот Попасть Прикоснуться И почувствовать Себя избранным И поэтому Они достаточно легко Покупаются На всю Вот эту вот Историю Ключевая Идея Которая Должна Быть У нас Вообще В голове По поводу Работы Действительно С премиальным Клиентом То что Действительно У клиента Есть определенная Задача Которую он Хочет решить И Важный Вот Очень важно Что отличает Действительно От среднего И низкого Ценового Сегмента Я Плачу Не за продукт А за ту ценность Которую Он мне дает Это важная мысль Которую нужно Обязательно Доносить До персонала Понимаете У которого Действительно В голове Вот эти вот Ограничители Очень здорово Зачастую Включаются Ой Это так дорого Кто это будет Покупать Зачем люди Будут переплачивать Когда это можно Купить дешевле Понимаете Вот это Нужно Обязательно Убирать Что люди Не всегда Покупают Ориентируясь Только на цену То есть Мы с вами Не всегда Выбирая Какой-то Вот продукт Берем Только то Что дешевле И Вот сейчас Мне бы хотелось Вам показать Одну такую Фишку Я ее обычно Показываю На тренингах Продаж На тренингах Вот по клиентскому сервису Чтобы показать Как ценность Продукта Влияет на его цену И что собственно Входит в эту ценность Почему я вам Хочу показать Чтобы вы Возможно Ну то есть У вас будет Эта презентация Покажите это Своим сотрудникам Которые говорят Вот что Зачем платить Больше Никто не будет Ни за что платить Будут И платят И вот вопрос За что Мы с вами Платим И покажу Я вам это На примере Чашки кофе Несколько ситуаций Разная Ситуация Разная стоимость Ситуация номер один Мы пьем Кофе дома Цена вопроса Здесь Этой чашки кофе Цена стоимости Вот этих Вот там Двух Трех ложек Кофе Ну пускай там Это будет условно 30 рублей Очень условно За что человек Платит здесь Вот он взял Сам сварил Сам выпил Сам чашечку Помыл Все Он платит За продукт Здесь И сейчас Дома Второй вариант Кофе с автоматом Ну здесь У нас уже цена Опять таки Условно Ну пускай будет 60 рублей За что мы платим Здесь Здесь Быстро Бросил Бросил Эти деньги Приложил карту Получил этот стаканчик Быстро Тут же не отходя Выпил Выкинул стакан Побежал дальше Быстро Просто Незатейливо Кофе с собой Не знаю Там уйти куда-нибудь В парк Сесть На скамейку В теплый день Поработать Плюс Еще Такая Есть история Это часть имиджа Все равно То есть Городской житель Городская жительница Такая активная девушка Идущая Стремительной Легкой походкой С С стаканом Ну с этим С кофе В общем Ну такая имиджевая история Тут конечно уже цена Зависит от того Насколько нужен этот имидж Что это будет Это будет Ну Господи Никто еще помянутый Старбакс Или там Я не знаю Какой-нибудь Кто там у нас One price За 60 рублей То есть Стаканчики-то разные Имидж разный Вот И цена будет разная Но здесь мы платим Уже действительно За большее удобство И за мобильность Кофейня За что мы платим здесь? Ну Как сказать За сервис Смотрите Что мы Говорим Своей Например Подруге Когда нам нужно С ней поговорить Встретиться Пойдем Кофейку Попьем Пойдем Куда-нибудь Посидим Выпьем кофе То есть смотрите И нам здесь Мы платим За место Где мы можем Сесть Посидеть Пообщаться Поговорить Опять-таки Да Цена может быть Разная В зависимости От уровня Но Здесь Действительно Это уже Не только за продукт А за возможность То есть за место Условно За крышу Стол Стул Чашка кофе С видом На За что мы платим здесь? Как вы думаете? За эмоции За картинку За Вот действительно То что останется В памяти И то что останется В телефоне И в соцсетях Это действительно Красивая картинка И как вы думаете Вот этим девушкам Которые сидят Вот с этими Своими условными Напитками Насколько для них Важно Качество Того Что у них там Налито В этих Это может быть Любая бурда Совершеннейшая Вообще Потому что платят Они здесь Не за это Не за Продукт А именно Вот за То что Останется Такой Хорошей галочкой Кофе В формате Ну условно Назовем его Лакшери Что здесь у нас? Как вы думаете? Статус Здесь уже у нас Появляется Ритуальность То есть здесь уже Важна Посуда Подача Здесь у нас Белые перчатки Здесь у нас Серебряные приборы Здесь у нас Сервировка Здесь у нас Уже какая-то История Про Круг избранных Которому Ты принадлежишь И которым Ты Ну стремишься Если ты В общем-то Вот готов Именно в таком Формате Вот Потреблять Этот продукт То есть Действительно Это уже Следующая Такая история Такого Ну максимального Наверное Уровня И вот теперь Смотрите Интересная история Цена Как вы понимаете Она очень условная Но в любом случае Она повышается Вот с каждым Вот этой вот Ситуацией Что вот это Вот такое Как вы думаете Здесь обозначено Конечно Себестоимость Продукта Причем вы понимаете Что Качество кофе Который мы пьем Дома Может быть Гораздо выше Чем кофе Который мы потребляем Где бы Ну в другом Каком-то месте Что С видом на Это уж точно Абсолютно Скорее всего Будет именно так За что же мы платим Если это Себестоимость Продукта За те самые Нематериальные Аспекты То есть Вот Та ценность Которую мы Вкладываем В этот продукт То есть Понимаете Вот это Очень важно Донести До своих сотрудников Которые говорят Дорого Люди готовы Платить Если они Знают За что Они платят Если мы Нажимаем На ту кнопку Которая Действительно Вот для них Срабатывает То есть Вот тот крючок Который срабатывает Что же это за крючки Давайте посмотрим Уже Все Уже уходим Вот такой Абстрактной истории Идем обратно В наш магазин Как мы Можем Продавать С вами Вот тот Продукт Премиального Премиальной Стоимости Что он Должен С собой Нести И чем Он может Зацепить То есть Иными словами Как мы Наполняем Цену Ценностью За что Клиент Готов Платить Больше История Номер Один Которая Пожалуй Я наблюдаю Сейчас Во всех Абсолютных Сегментах Продаж Самая Востребованная Это Универсальность И Такая Многофункциональность Когда мы Одной покупкой Закрываем Сразу Все То есть Дайте Я готов Заплатить Больше Только Дайте мне Готовое Решение И Комплексное Предложение Либо Это должна быть Одна Какая-то Универсальная Вещь Которая Подходит Вот просто Для всего Либо Действительно Это Комплексное Решение Я не хочу Ну ладно Сейчас я пока Так тезисно Расскажу Потом Более Поглубже Пойдем Чуть Подальше Ой Попозже Так Второе Статус Я готов Заплатить Особенно Если Мы Говорим Про Клиента Для Которому Важно Показать Действительно Свою Какую-то Состоятельность Внешне Показать Это Либо Эксклюзивность Продукции Либо Принадлежность К миру Высокой Кухни То есть Я могу Себе Это Позволить Я Покупаю Только Самое Лучшее Самое Дорогое Прекрасно Как Хорошо Что Вы К нам Пришли Третий Человек Будет Говорить Я Буду Платить Когда Я буду Понимать Что Это Мне Нужно Качество Мне Нужна Безопасность Мне Нужны Какие-то Гарантии Экологичность Полезность То есть Все То Что Касается Состава И То Действительно Того Качества Которое Мы Предлагаем Кто-то Покупает Красивую Картинку И На самом Деле Вот Мы Когда С Натальей Ходили Вот У нас Были Такие Экскурсии То есть Мы Ходили В Глобус Мы Ходили В Спар И Я Честно Говоря Вот Как-то По-другому Немного Посмотрела На Процесс Продажи И Вот Свои Ощущения Именно От Продуктовых Каких-то Историй И Поняла Что Да Это Работает Вот То есть Выложено Красиво Прям Вот Аппетитно Вот Прям Я готова Это купить Надо мне Не надо Но я готова Потому что Это действительно Очень эстетично И Поверьте Таких клиентов Достаточно Много Вот Как Наталья Сказала Вот Чесночный И Кстати На самом Деле Сюда Входит Все И Запахи В том Числе И Чесночные Булочки Чесночный Хлеб Он Входит Сюда Часть Людей Покупает Делает Покупки Основываясь На Самом Процессе Процесс Покупки То удовольствие Я готова Заплатить Я могу Купить То же самое Но в другом Месте Но я хочу Чтобы Вокруг меня Поводили Хоровод Чтобы мне было Интересно Чтобы мне было Приятно Чтобы мне было Вот Ну Дайте мне Что-нибудь Вообще Дайте мне Какую-то Положительную Эмоцию Я готова За нее Заплатить Что это За эмоции Тоже Сейчас Поговорим Более Подробно И Наконец Конечно Ж Это Выгода От Покупки Но здесь Скорее Даже Знаете Про что Не про Акции Все-таки Коль скоро Мы говорим Про премиальный Сегмент Хотя Они тоже Очень любят И распродажи И акции И спецпредложения Но Было бы Здорово Если бы Это Была Именно Такая Персонализированная История Программа Лояльности Они направлены На постоянных Клиентов То есть Они понимают Какие преференции Они получают Именно у вас Если они Становятся Вашими Постоянными Покупателями Итак Предложения То есть Пойдем Сейчас Вот По всем Этим Пунктам Пройдемся Более Детально Предложение Готового Решения Продажи Товара Как Идеи Про что Это Как вы Сами Думаете Абсолютно Когда Не надо Заморачиваться Я Пришла Честно Говоря В восторг Когда я Увидела Нарезанные Овощи Для всех Салатов Супов Я готова За это Заплатить Избавьте Меня Пожалуйста От необходимости Тереть свеклу Или Резать Капусту Дайте мне Готовое Решение Я не знаю Молодой Человек Который Планирует Устроить Какую-то Вечеринку Я не знаю Девушку Пригласить Он не хочет Заморачиваться Дайте мне Готовый Набор Что На девушку Мое Произведет Впечатление Дайте мне Готовые Тарелки Я их Поставлю Чтобы она Пришла И сказала Боже мой Как ты Прекрасен Дорогой Друг Вот Дайте мне Мы едем На дачу На пикник Дайте мне Готовое Решение Туда Вообще Что нам Взять с собой Включая Я не знаю Там Соль Перец Там Я не знаю Соленье И Напитки Все То есть Действительно Смотрите Вот тут Очень важно Понимать Что Можно Выделить Определенные Поводы Которые Мы По которым Мы можем Предлагать То есть Поверьте Что-то Из этого Точно Откликнется Вашему Премиальному Клиенту Потому что Действительно Готовые решения Продажа товара Как идеи Это Если брать Клиентский сервис Это один из Ключевых Трендов Последних лет Я не хочу Заморачиваться Я не хочу Думать Это знаете Это как Вот в обзорах Когда То есть Очень много Информации А люди Читают Обзоры Которые Называются 10 самых Лучших Неважно Блесков Для губ 10 Самых Популярных Блюд Для похудения Неважно То есть Мы даем Уже Сухой Остаток Здесь Мы предлагаем Готовые Решения Очень интересная История И кстати Было бы здорово Если бы Правда Вы со своими Сотрудниками Сели И сами Вместе Поставляли Вот эти комбинации Что это может быть Когда кстати Мы увлекаем Людей В этот процесс Они очень хорошо На это реагируют И чувствуя Свою причастность Больше вовлекаются В процесс продажи Статус Высокая кухня Эксклюзивное Предложение Ну тут Достаточно Понятно То есть Это либо Блюда По уникальным Рецептам Либо Эксклюзивные Ингредиенты Либо Мы Подчеркиваем Качество То есть Что это не просто Про качество Говорят все Но у нас Не просто Качество А вот Качество Качество И какие-то Новые технологии Это те фишки Которые Очень хорошо Вообще Воспринимаются Если мы Про это все Говорим Клиентам И доносим До них Вот эту всю информацию Следующий пункт Качество Безопасность Экологичность Смотрите Это то Про что Говорят все И это вроде Как идет По умолчанию Что да Ну понятно же Что у нас Все Безопасно Что у нас Все сертифицировано Что у нас Все Соответствует Каким-то Стандартам Посмотрите Что вы можете Транслировать И предложить Клиенту То что будет Отличать вас У всех Качество Что с Качеством У вас Что у вас Вот то же самое Как у всех Плюс еще Что-то Основные направления На которые Мы можем Куда мы Должны дать Дополнительную Аргументацию Это либо Действительно Качество блюд Либо Повышенные требования К технологиям Экологичность Свежесть То есть Посмотрите На что мы Делаем акцент Этот акцент Должен быть Обязательным Красота Эстетика Причем Этот пункт Чем выше У вас Ценовой Сегмент Чем выше У вас Позиционирование Тем больше Этому следует Уделять Внимание То есть Знаете Это вот То что называется Дьявол в мелочах И люкс в деталях То есть Вот все Складывается Из Общего Восприятия Из общей Картинки И человек Приходит И понимает Да Это премиум Это люкс Либо Нет Именно Действительно Из Того Как Выглядит Ваш Товар Как Выглядит Место Где Вы Продаете Как Выглядит Человек Который Продает Вот эти Вот Изделия Как Пахнет Какой Цвет Какой Свет В общем Вот Вся Абсолютно Такая Визуальная И тактильно Вот Ощущаемая Картинка Это все Идет В эстетику И конечно Ну про персонал Сейчас будем отдельно Мы тоже еще раз Говорить с вами Вот это Действительно Очень важная Такая История Ну и наконец Удовольствие От Процесса Покупки Мне должно Быть интересно Мне должно Быть полезно Говорит Клиент И я готов За это заплатить Что это может быть Как Вы думаете Как мы можем Эмоционально Вовлекать Покупателя В процесс Дегустации Мастер-классы Демонстрации Конечно То есть Вся какая-то Интерактивная История Которую Мы можем Предложить В которую Люди Действительно Начинают Включаться Ну и Наконец Про персонализацию Если говорить Клиентская база Ведение клиентской базы Обязательная история Когда Мы записываем Естественно Мы не можем Вести всех клиентов То есть Вносить их всех В клиентскую базу Сразу хочу сказать Это не Карта Лояльности Пятерочки То есть Это не Скидочная Карта Это База Премиальных Клиентов Куда мы Вносим Их предпочтение Истории покупок Для того Чтобы потом Делать им Персонализированные Предложения И выстраивать Программу Лояльности С повышением Статуса Желательно Чтобы Нам было Расширение Дополнительных Услуг То есть Не просто Процент Мы снижаем Стоимость А мы Включаем Дополнительные Услуги Какие Поговорим Чуть попозже И Формирование Клиентоцентричности Когда Мы проводим С вами Опросы Когда Мы Выстраиваем Свою Тактику И стратегию Продаж То есть Мы Ориентируемся На клиента На его Предпочтения Вот то Про что Говорили Предыдущие Эксперты Когда Действительно Мы смотрим Когда И сколько Чего Нам Нужно И когда Мы Вовлекаем Клиентов В Услушаем Их пожелания То есть Транслируем Не просто Заполните Листочек Поставьте Смайлик Грустный Веселый Или Радостно Хохочущий А когда Мы действительно У них Спрашиваем И Демонстрируем Им То что Нам Действительно Это важно Интересно Мы это Используем Это подкупает Очень здорово И делает Клиентов Очень лояльными Вот смотрите То есть Вроде бы Мы с вами Поговорили Про то Что Человек Человек Ждет Где Кстати Как Как Изменились За последние Ну Скажем Так Три Года Ваши Покупатели Стал Более Разборчив Да Несколько Магазинов Стало Все Сам Но Несколько Чтобы Чтобы Вот За эти Деньги Мне Дали Чего-то Больше То есть Дайте Мне Все Что Я хочу Дайте Мне Информацию И Если Продавец Говорит А я не знаю Я не из этого Дела А я Вообще А я вообще Рыбу не ем А я вообще Даже не пробовал Все Это Сразу Воспринимается Действительно Как Ну Бардак у вас Тут в магазине Работает Не пойми кто То есть Это Сразу Резко Понижает Вообще Лояльность К вашему Магазину То есть Не терпят Люди Непрофессионалов То есть У меня есть Вопрос Будьте Дайте Мне Ответ На него Следующий Еще Момент Очень Важный Люди Перестали Спорить Раньше Всегда В тренингах Продаж Один из Ключевых Моментов Был Это Работа С возражением Ой Дайте Нам Каких Нибудь Алгоритмов Расскажите Нам Как Это Делать Сейчас Мы Взмахнем Волшебной Палочкой И Люди Скажут Ну Тогда Конечно Не Будет Вас Никто Ничего Спрашивать Люди Скажут Ну Ладно Они Не Спорят Что С этим Делать Тоже Чуть Попозже Скажу Что Раздражает Клиентов Уже Давно Мы Говорим Про Сбор Информации И Действительно Клиенты Премиум Класса Уже Привыкли К тому Что Информацию О себе Они Оставляют В магазинах Существуют Программы СРМ Действительно Клиентские Книги То есть История Клиентских Покупок Вообще Взаимодействии Мои И Когда человек Снова Приходит В магазин То есть Информацию Это Собирают У нас Но Ее Не И И И Когда В очередной Раз Мне Предлагают Не то Либо Я получаю Рассылку С предложением На то Что Мне Не Нужно Ну Ребят Ну Зачем Вы Тогда У меня Спрашивали То есть Это На самом деле Очень Сильно Раздражает Еще Больше Раздражает Не Непунктуальность Не Обязательность Несоблюдение Договоренности Каждый Кризис Мы Видим Одно И Тоже Каждые Вот Какие-то Экстремальные Ситуации Все Впадают Какой-то В ступор В анабиоз И говорят Ох Не до того Нам Видите Как Нам Всем Тяжело Послушайте Возьмите Мои Деньги И Дайте Мне Пожалуйста Сделайте Для меня Что-то Вот С этим У нас Кстати Очень Большие Проблемы Я думаю Что Сами Вы Разворачиваются Уходят Хорошо Если Молча Ну И Конечно Ж Если Говорить Про Персонал То есть Мало Того Что Все-таки Они должны Быть Экспертами Вот Та Проактивная Позиция Которую Ждут Сейчас Покупатели Что Послушайте Ну Не я Буду За вами Бегать Как Клиент Пожалуйста Включитесь Сами Если Вы Мне Нужны Пожалуйста Вот То Опять Таки Про Что Говорила Наталья Вот Та Включенность Вот То Какое-то Желание Помочь Оно Очень Здорово Цепляет И Но По идее Сейчас Это Вот Опять Таки Для Клиентов Премиум Класса Это Уже Становится Нормой И Если Этого Нет Называется В смысле А Что Вы Тут Вообще Делаете Тогда Опять Так Это Повод Для Конфликта Для Раздражения Для Разворота И Ухода Здесь Важно Понимать Что Действительно Время Когда Продукт Продавал Сам Себя Оно Ушло Человек Покупает Не Только Продукт Он Все-таки Покупает Целый Комплекс Того Что Сопровождает Эту Продажу И Действительно Лояльность Магазину Лояльность К вам Лояльность К Продавцам И То Что Да Я буду Приходить Только Сюда Связано Не Только С Продуктом А Связано Все-таки В первую очередь С атмосферой И с коммуникациями И смотрите Сколько раз Возникала Вот эта Вот тема Человек Человек Потому что Она Действительно Она Цепляет И она Пожалуй Является Основным Конкурентным Преимуществом И Пониманием Действительно Куда я сейчас Пойду Останусь я с вами Или я пойду В другое место Мне у вас Понравилось Мне у вас Не понравилось То есть Эмоции Это то Что с человеком Остается И то Что он Ждет Что Вы зацепите Его чем-то Продавая ему Более высокий товар И все-таки Это действительно Должна быть Ценность То есть Понимание Ценности Того За что Я плачу И вот тут У нас с вами Возникает Естественно Вопрос Вот этот клиентский сервис Про который мы говорим То есть Что именно Ждет человек Потому что Да Улыбки Это хорошо Но Обучая свой персонал Выстраивая систему Клиентского сервиса Мы четко должны понимать Что это строится Из трех пунктов Это профессионализм Это Человеческие коммуникации И это Внешняя картинка Это то Что должен Транслировать Продавец Это то Что клиент Покупатель Должен видеть Придя в ваш магазин Он должен понимать Что перед ним Эксперты Он разговаривает С профессионалами Здесь Я понимаю Что у меня возникает Чувство безопасности Уверенности То что меня не обманут То что я получу То что я хочу Я вижу Действительно Вот это Человеческое отношение Человек Человек Я понимаю Что меня здесь Слышат И мои какие-то Сомнения Предпочтения Вопросы Здесь встречают Понимание И люди Которые стоят По ту сторону Прилавка Стараются Все-таки Идти мне Навстречу Что у нас Есть коммуникация Ну и про внешний вид Мы уже говорили Действительно Это важно Чтобы это все-таки Была Ну эстетическая история Вопрос Кто же будет Этим всем заниматься То есть Основная боль Наша Это сотрудники Это конечно же Продавцы И вы знаете Вот эта тема Последний год Она Вот просто Мега звучит Вот Набатом Большим То есть Что делать с людьми Где их брать Вообще Как их учить Как до них донести Действительно Ко мне обращаются Ну вот Компания клиента Говорит Елена научите Наших сотрудников Вот нам нужно Чтобы вот Было какое-то волшебство Что происходит Вот Где-то в половине случаев Я смотрю На этих людей Я понимаю Что Ну это бесполезно Это бесполезно Не будет никакого волшебства Потому что Это Все уйдет в песок Люди Которые Вот изначально Которых не дают научить Они не научатся ничему Почему Потому что Ну Изначально Это не те люди Я понимаю Все то Что сейчас вы думаете Что А кого Где брать То нет Никого на рынке Что Главным критерием У нас уже Периодически Становится Просто адекватность Вообще Людей Господи Был бы просто Вменяем Уже Хорошо Но тогда Вот тут очень четко Мы должны понимать Что Слушайте Тогда не требуйте От него больше Хотели только Чтобы он был Только вменяем Ну вот Умеет стоять Умеет рот открывать Если еще руками Что-то может сделать Ну Прекрасно Не требуйте От него большего Но если мы хотим Действительно Кого-то растить И вот Знать Что у нас есть Как раз Вот те Наши звездочки Про которых Опять-таки Говорили Предыдущие Мои коллеги Нужно понимать Что это Изначально Должна быть База Определенная И Смотрите Смелое Смелое заявление Про профиль Идеального продавца Понятно что Идеального продавца Мы с вами не найдем Но есть Какие-то Несколько ключевых Моментов На которые Я бы На вашем месте Обратила бы Внимание В старте И не занималась Профанацией Пытаясь Живить Уж простите Знаете Полумертвую Какую-нибудь Лошадь Профессиональные Качества Вот Здесь В порядке Такой Приоритизации Смотрите Первое Что у этого человека Должно быть У него должно быть Желание Зарабатывать деньги Если нет Этого желания Если это Мальчик или девочка Которые пришли Потому что Ну им родители сказали Иди куда-нибудь Уже работай Ну пойду Куда-нибудь Поработаю Либо пришла к вам Девочка Которая сказала Ну что-то мне скучно Дома сидеть Вот пойду Чего-нибудь поделаю Ну не будет Этот человек Вообще Подпрыгивать И Что-то куда-то Стремиться Либо человек говорит Ну слушайте Я нормально Я 30 тысяч получаю Мне хватает У меня работает муж Ну нормально Ну нормально Хорошо Ну все Оставьте его Вообще Не будет от него Никакого толка То есть Шутка Циничная Конечно Про то что Лучший работник Это мать-одиночка С ипотекой Вот Но в каждой шутке Доля шутки То есть Ну действительно Должна быть Ориентированность Все-таки На зарабатывать Дайте мне Возможность заработать Иди сюда Дорогой Я тебе сейчас Дам эту возможность Второй человек Должен уметь Обучаться Он должен Способен быть Воспринимать Какую-то информацию Которую ему дают Если это человек Который вам говорит А я так работала Всегда И меняться не буду А чего вы меня На чего вы меня будете учить Я и так звезда Ну все Опять-таки Не стройте себе Никаких иллюзий Хотя я не знаю Зачем Ну правда Вот этот человек Понимаете Все настолько меняется Быстро То есть Если человек Не способен учиться Ну Ну это печаль Это действительно Это гиря на ваших ногах Которая тянет вас Назад Следующий момент Он должен знать В идеале Конечно любить Но хотя бы Интересоваться Своей продукцией То что он продает То есть Действительно Человека с аллергией На рыбу Ну наверное Не нужно ставить Продавать рыбу Человека Который Не ест мясо Ну странно Будет Его отправлять В мясной Какой-то Отдел Ну ладно То есть Он Должен Досконально Знать И уметь Про это говорить Потому что Вы понимаете Что когда человек Умеет говорить Хорошо И рассказывать Его слушать Гораздо приятнее И ты действительно веришь Ему гораздо больше Но следующий У нас конечно Уже больше Такие факультативные Истории Про грамотную Речь В идеале Чтобы он был Уверен в себе И широкий Кургозор Чтобы он мог Поговорить На любые темы Вот Но было бы тоже Неплохо Если бы он это умел Личностные качества Это человек Должен быть Коммуникатором Он должен быть Готов к общению Человек который Должен любить Общаться с другими Людьми Рассказы про то Что Ах он такой умный Но он интроверт Это прекрасно Но это Чаще всего Все таки Не продавец То есть Вот А поговорить А поболтать Мало того Что поболтать Он должен уметь Слушать и слышать Он должен уметь Выстраивать диалог Очень хорошо Если это все таки Будет человек С такой нормальной Работоспособностью То есть он будет Неленивый Потому что В противном случае Вы будете слушать Про постоянную усталость Боли И что-то мне тяжело Пойду Я полежу Но опять таки Это ваш выбор Терпение Выдержка Обаяние Эмпатия Привлекательная Внешность Ну давайте уж так Будем откровенны Конечно Человек который Выглядит Симпатично С ним гораздо больше Хочется общаться И выстраивать Какие-то коммуникации Но следующий пункт Кстати я бы обратила На него внимание Смотрите Это про что Про соответствие Того Что человек продает Некому типажу Определенно То есть наши клиенты Гораздо консервативнее Чем нам кажется И есть определенные Образы Как должен выглядеть Представитель Той или иной профессии То есть Ну мясник Когда мы говорим Про мясника Ну это всегда Ну это Ну это мясник Ну это мужчина То есть вряд ли Тут будет уместно Смотреться Юная хрупкая девушка Кулинарии Кондитерские изделия Вот это как раз Больше такая женская история Я не знаю Блинчики Это какая-то Ну такая вот Уютная домашняя То есть посмотрите Насколько вот совпадает По типажу Вот этот человек То есть во всяком случае Имидж продавца Он должен соответствовать тому Что вы продаете Это тоже очень здорово Привлекает И вызывает На подсознательном уровне Доверие Конечно же Смотрите еще раз Вы сейчас наверняка Читаете Думаете Ну и что Это зачем это нам Потому что Где мы их Вообще Найдем Выращиваем Либо в собственном коллективе Смотрим Из мальчиков Из девочек Которые пришли Вообще То есть Вот те зернышки Те задатки То есть Кого можно вырастить То есть Можно конечно Привлекать звезд Но Вот то Что мы выращиваем Сами Из того Что было Ну а что делать Вот Потому что В противном случае Я говорю Это большая Иллюзия Что вы Вот сейчас Затыкаете дыру Тем Чего есть Просто Помните Одну простую вещь Что вот эти люди Которые Вот что было То и поставило Уж господи Только в меня Он вам будет Каждый день Терять Ваших клиентов И клиенты Которые могли бы Стать вашими Клиенты Премиум Класса Которые могли бы Остаться с вами Что-то пошло Не так Они разворачиваются Просто и уходят Именно Из-за Продавцов Где берете Продавцов Скажите Вопрос такой Бог посылает Откуда Ну смотрите У меня нет Этого презентации Но я могу сказать Просто вот Несколько Каких-то вариантов То есть Где Берут их Вообще Вот Мои Компании Клиенты Но как правило Все-таки Слушайте Как бы это Опять-таки Цинично Не звучало Может это Не очень этично Но Это переманивание Вот Из других Мест Занимаетесь Переманиванием Конечно Мы смотрим Ходим Смотрим по сторонам И Это В чем здесь Плюс То что мы видим Как человек работает Мы видим Его в деле И если мы понимаем Что вот эта вот Девочка Или мальчик Совершенно не обязательно Это должен быть Соседний магазин Это может быть Где угодно Это может быть На рынке Это может быть Девочка Которая кофе Навынц продает Это может быть Все что угодно Но мы видим Человека в деле Если мы понимаем Что нам есть Что ему предложить Мы его берем Но это вообще Слушайте Тема персонала Это прям отдельная Конечно Тема Она такая большая К сожалению Я могу Говорить Про нее очень долго Но мы пойдем С вами дальше Потому что Время у нас С вами Ограничено Но Действительно Это переманивание Это Ко всему прочему Вот еще хочу Сказать вам Одну историю Что делают Что делают Сейчас у меня Клиенты Они идут В учебные центры Там где готовят Продавцов В каждом городе Есть учебные центры То есть Не помогают Не помогают Ну вот мы Собственная Учебные центры В институт И мы идем И практически Ноль Оттуда Мы берем Студентов Мы берем Их на практике Обучаем Их Вкладываем Они закончили Свои университеты Ну не университеты Только сначала Им нужно Что? Повторить комментарии То что Идут Есть какой-то Микрофон второй Это действительно Боль Это правда Боль И здесь Я вам могу сказать То что Тут очень важно То что мы им предлагаем Понимаете? И это далеко не А у нас Печеньки к чаю И дружный коллектив Понимаете? Мы показываем Людям То Корпоративную культуру Которая у вас есть То отношение к сотрудникам Кстати на самом деле Ну Давайте вот Я предлагаю вот эту тему Мы сейчас вот Чуть вот На попозже оставим Вот если будет у нас Возможность Мы ее обсудим Потому что Правда Мне есть что сказать По этому поводу Потому что Как раз Тема последних Полгода Всех И исследований И наблюдений И проработок Именно работа С персоналом Потому что Сейчас быстренько То есть что Что вы хотите Не придет Рассчитывать Рассчитывать Только на Сарафанное Радио В старте Смысла нет То есть нам Действительно Нужно заявить Об этом Позиционирование В соцсетях На своем сайте В средствах Массовой информации Устраивая Какие-то акции Специальные По этому поводу Но нам нужно Обязательно Доносить И транслировать Вот ту идею Которую мы Собственно Хотим внедрить После этого Мы Озадачиваемся Оформлением Торговой точки На что Обратить внимание Вот настоятельно Просто Рекомендую Посмотрите Как у вас Обстоят С этим Делам В ваших магазинах Понятная Навигация По торговому залу То есть Чтобы четко Было понятно Где Что Полная информация О продукции Наглядная Демонстрация Коль скоро Мы говорим Про то Что люди Хотят Самостоятельно Иметь возможность Изучить Продукт Дайте ему Эту возможность Не важно Что это будет QR-коды По которым Будет Вываливаться Вся информация Картинки Инфографика Тексты Все что угодно Но обязательно Должна быть Эта информация Предлагайте Идеи Комплексные Продажи Посмотрите Что С чем Мы можем Сочетать Пускай Это будет Уже В готовых Наборах Либо Опять-таки Это должно Сопровождаться Вот Ваша идея Должна сопровождаться Текстами Соответствующими Максимально Прикладными Максимально Прописанными Не надо думать Что человек Сам додумается Никто не будет Ничего додумываться Пока вы ему Не Не покажете Это все Выкладка продукции Посмотрите Посмотрите На что вы делаете Ставку Что это у нас Деревенский Колорит Натуральный продукт Значит мы тогда Оформляем В деревенском Каком-то стиле Что это у нас Лакшери ресторан Значит лакшери ресторан То есть посмотрите Персонал Действительно Он должен обладать Самое трудное Да Мы уже сегодня Подчеркнули Но понимаете Это действительно Это тема В которую всегда Все проваливаются И которую Действительно Нужно разбирать Это прям отдельная Вообще Тема Тем не менее Персонал Который мы выделяем На премиальный Сегмент Это должны быть Обученные Люди Которые обладают Соответствующими Профессиональными Личностными Компетенциями Можно я здесь Немножечко Буквально Буквально чуть-чуть Вот те наблюдения Кто у нас в Добрянку Уже бывали И вот там Есть у них девочка Есть девочка Ну по крайней мере Я одну встречала Там Которая занимается Продажей Конкретного Ассортимента У них там Сезонный Да Которая вот прям Ну у нее как раз Настроенная Вот может быть Вот такие команды Продаж У вас да Сейчас Рита напомни Как у вас это Организовано Когда вы делаете Усиление продаж В какой-то Конкретной категории У нас бывает Фестиваль Мы какой-то проводим Например Там фестиваль Пиццы Или итальянской кухни Продвижение продукции Активные продажи Мастер-классы Что-то На активные продажи Сильно Негативят продавцы Что они там Хотят Не хотят Не хотят Этим заниматься Большинство Конечно Не хотят Поэтому мы там Избираем Порой там Со своего отдела Ставим людей На эти истории Пытаемся зажечь Сотрудников Показать Или Периодически Мы подключаем Материальные Какие-то выплаты Или там Заставляем людей Разные варианты В общем Бывают Не во всех Конечно Это все выстреливает Но там Где получается Всегда есть Крутой результат Действительно Каждые полчаса Бывают Какие-то новые Дегустации И вот эти дегустации Они конечно Срабатывают Совершенно иначе И поэтому Вот должна быть Продуманная мотивация Для персонала То есть люди должны знать Ответ на вопрос Зачем мне Мне-то это зачем Потом Обязательно проверять Должно быть Доскональное знание Продукции То есть люди действительно Должны не то что знать Не только знать Но и уметь говорить Давай коротким форматом Сейчас уже Навыки проведения Мы уже сейчас Закончим скоро Да Проведение Демонстрации Работа с возражениями Зашиваем Те возможные Возражения Которые человек Может говорить Мы их все равно Уже знаем То есть выписываем И зашиваем их Изначально в презентацию То есть занимаемся Профилактикой Следующее Проактивный сервис Когда Мы Предугадываем Все Что Может Понадобиться Нашему покупателю Какие вопросы У него могут Возникнуть То есть Это звучит как А мы уже подумали О вас А мы подумали О той Упаковке В которой вы это Понесете А как это Сохранить Горячим А как это Сохранить В каком-то таком виде А вот вам удобно Будет такое время И мы обязательно Транслируем То есть Формат Мы о вас Мы о вас думаем Интересно Зрежищно Полезно Вот то Про что Как раз Вот только что Вы говорили То есть Действительно Мы организовываем Интерактивные мероприятия То есть Это чек-лист То есть Посмотрите Вообще Делаете Не делаете Напоминаю Что это у нас Идет В формате Действительно Что нужно сделать Какие шаги Долгосрочные отношения Клиентская база То про что я говорила Продумать варианты Спецпредложений Для постоянных клиентов То есть Что это может быть Доставка на дом Какой-то предзаказ Мы Как только это появится Мы вам позвоним Предложения Идей Самостоятельных Что мы подумали Что вам это может быть интересно То есть Вы знаете Что это семья Для себя Семейные какие-то истории Предлагаем Ну или то О чем мы в том числе По-моему Сегодня Да Я говорила По поводу Вот той же Торговой сети Европа Когда на СТМ пати Приглашаются Выделенные клиенты Там можно здорово Посегментировать Представляете Да Вот какие-то конкретные товары Человек регулярно Приобретает И вот ему показать Ровно то О чем может быть Он раньше не задумывался И это Вот так должна В том числе Работать Ваша программа Лояльности Да Так работает Действительно Люкс и премиум Сегмент Вот в Ритейле Непродуктовом Мы увидели это И подумали о вас Так Ну и Клиентоцентричность И смотрите Последняя вот идея Последний такой вот слайд Который я хотела бы вам показать Продары и долги То есть смотрите Опять-таки то Что важно нам донести До наших сотрудников И что отличает Вот эти вот Премиальные продажи Что делает им Успех И лояльность То есть смотрите У нас есть Определенные долги И обязательства Перед нашим клиентом Когда наш покупатель Приходит в магазин У него есть четкий Вот тот минимум Который он от вас ждет То есть Меня вежливо обслужили Меня не обманули Товар соответствует Я получил ответы На свои вопросы Нормально Все Хорошо Но как только И это то Что мы должны Дать человеку По умолчанию Но как только Человек получает Что-то За что Не платит То есть Что-то сверх ожиданий Когда в принципе Вроде бы не должны были делать Но подумали Позаботились Вы знаете Я понимаю Что вы можете Только после работы Поэтому мы оставили Но у нас там условно Выдача до пяти Проявиться Да Но мы оставили это для вас Зная что вам будет удобно Вот так То есть подстройка Под человека Мы узнали для вас Специальную информацию У меня еще вообще фотографии Лена У меня бегут Да Так Вот когда мы даем Что-то Мы ровно час Мы начали ровно час назад Вот Так вот Когда мы даем Человеку что-то сверх Что он думает Блин Вот молодцы ребята Надо бы тоже Им как-нибудь Что-нибудь хорошее Вообще для них То есть смотрите У человека возникает Ну я здесь написала Чувство благодарности Но ощущение Что надо бы им тоже Конечно Вот как-то Отплатить добром И каким добром Нам может Отплатить наш клиент Ну конечно Это та самая Лояльность Это доверие Это рекомендации Это отзывы Это адвокаты бренда И наши постоянные клиенты Поэтому Ключевая мысль То есть Мы должны четко понимать Зачем человек приходит И дать ему это По умолчанию Но уйти Он от вас должен С ощущением Что он получил Что-то больше То за что Он не заплатил И тогда они останутся С вами навсегда Ваши премиальные клиенты Все Спасибо большое Вот ровно час Молодец Я знаю что Ну да Я немножко сегодня С таймингом Не везде угадала Слушайте Большое спасибо Лена Справилась? Я понимаю Что вам всем тяжело И тоже было непросто Очень надеюсь Что какие-то идеи Из того Что здесь было упаковано Понятно Что вы многие вещи знаете И вы их и пробуете Но надеюсь Что для вас Это было еще Немножко систематизировано Коллеги Я предлагаю сейчас Делать со всеми Кто у меня до последнего Досидел Общую фотографию И таким образом Ознаменовать Финал нашей конференции И порадоваться Что мы вместе Эти два дня провели Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok